На линии Эдварда Чесноков, корреспондент отдела политики Комсомольской правды, нахожусь я в Симферопольском аэропорту. Мне задали вопрос, а какие имеются доказательства, что Алексей Навальный работает на западные спецслужбы? Объясняю, помимо разоблачительного фильма на канале Россия, который мы все увидим в среду, есть еще и доказательства, к которым можно прийти после логических рассуждений. Смотрите сами, в какой повестке работает Навальный? В той повестке, которая выгодна нашим геополитическим партнерам по ту сторону Атлантической лужи. Когда Россия всколыхнулась и вернула Крым, что сделал Навальный? Может быть он это приветствовал? Нет, более того, он даже почти год не мог определиться, как это интерпретировать, как к этому относиться, потому что он понимал, что не признать это значит совершить политическое самоубийство. А вот это его поведение, оно в чьей повестке лежит? В повестке интересов России или в повестке интересов Великобритании, США, других наших политических партнеров? Ответ однозначен. Ровно то же самое. Посмотрите на расследование, которое Навальный проводил раньше, коррупции. Он все время бичует одних и тех же людей. Он бичует людей, связанных с госкорпорациями, ВТБ, Транснефть. А вот, например, Ходорковский, например, Юкос. Вот что при приватизации Юкоса, который тогда еще немножко по-другому назывался в 95-м году, когда он через залоговые аукционы достался непонятно кому, что не было никаких проблем, все прошло чинно, благородно, когда предприятие продали за 3% от его рыночной стоимости. Ну, наверное, нет. Но почему-то Ходорковского Навальный не ругает. А почему? Понятно. Потому что это его ближайший союзник. Вот и делайте выводы сами, в чьей повестке работает наш герой. Оставайтесь с нами и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok